Для доступа к полям структур в C++ существует два оператора. Первый из них, оператор точкой, применяется в тех случаях, когда вы работаете со значением типа структуры. Давайте посмотрим на пример. Предположим, что мы хотим реализовать функцию, которая считает длину отрезка. На вход она получает значение типа сегмент, и внутри функции мы вычисляем расстояние между первой и второй точкой отдельно по x и по y. Для того, чтобы получить координату первой точки по x, мы обращаемся у отрезка S к полю P1, которая в свою очередь является структурой типа точка, и у этой структуры мы обращаемся к полю x, которая содержит x-овую координату. Аналогично мы поступаем со второй точкой, то есть мы у сегмента, у отрезка S обращаемся к точке P2 и обращаемся к x-овой координату точки P2. Таким образом, мы вычисляем разницу по координатам по x и по y, и дальше мы используем теорию Бифагора, мы сочетаем сумму квадратов этих расстояний, и дальше берем квадратный корень из этой суммы квадратов. Функция, вычисляющая квадратный корень, определена в библиотеке для работы с математическими функциями, которая есть в C++, библиотека CMEF. Второй оператор используется в тех случаях, когда структура передается по указателю. Недостаток функции length, который работает с значением типа сегмента, заключается в том, что это значение копируется. То есть, когда эта функция вызывается, в функцию копируются четыре значения типа double. Можно сэкономить и передавать значение типа сегмент по указателю. В этом случае мы просто передадим один указатель. Тогда для доступа к полям функции по указателю используется специальный оператор стрелочка. То есть, мы по указателю S, который указывает на структуру типа сегмент, обращаемся к полю этой структуры P1. И дальше у поля P1 обращаемся к полю X, но так как поле P1 уже само по себе является не указателем, а значением, то здесь используется оператор . В принципе, можно было бы не объявлять оператор стрелочка, а воспользоваться разыменованием. То есть, данное выражение можно переписать следующим образом. Можно сначала разыменовать указатель S, а дальше воспользоваться оператором . Но данный подход менее красивый, поэтому обычно в S++ используется оператор стрелочка. Субтитры создавал DimaTorzok